Здравствуйте, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Моя Американская История. В этом видео я хотела бы вам рассказать об очень интересном способе легализации, который не всем доступен, сложен в исполнении, но возможен, если приложить максимум усилий. Я об этом способе раньше не знала и очень удивилась, когда прочитала. Ну и говорить мы будем под прекрасные виды преграда Вашингтона, Д.С. Итак, есть такой процесс «concelation of removal», как бы отмена депортации с последующим получением грин-карты через суд. Подать на этот процесс можно только в том случае, если у вас уже ведется дело о депортации в иммиграционном суде. Именно ведется, а не закрыты и нет приказа о Вашей депортации. В этом случае вам нужно будет убедить судью заново открыть Ваше дело, чтобы была возможность подать на отмену депортации. Требования для иммигрантов. Вы должны прожить в США в статусе или без не менее 10 лет. Этот период исчисляется с даты въезда в страну до даты, когда Департамент внутренней безопасности отправляет на Ваше имя повестку в иммиграционный суд. Эти 10 лет вы должны провести исключительно в США. Если вы выезжали из страны на срок более 90 дней или проводили на территории Америки в общей сложности 180 дней в году или менее, то отчет начинается заново. Как это доказать? Подойдут счета за аренду или показания родственников. Бескриминальные истории – это еще одно условие. За все 10 лет не должно быть арестов или приводов в суд по делам, не связанных с иммиграцией. У вас должен быть супруг супруга или дети граждане США. И этот пункт особенно важен, так как на суде нужно будет доказать, что ваша депортация нанесет вред американским гражданам. Например, ваш супруг болен, а в стране иммигранта достойного лечения никто оказать не сможет. Процесс этот долгий, стоит признать, но если попадется хорошее суде, то вполне можно получить положительный результат. Пока иммигрант будет ждать решения по своему кейсу, он сможет работать легально, с разрешением, получит статус и сможет даже сдавать на права, потому что во многих штатах нелегалам нельзя сдавать на права. Можно примещаться по стране и не опасаться иммиграционной полиции. Многие боятся идти на такой шаг, так как по сути нужно явиться с чистосердечным признанием в иммиграционную полицию, а потом ждать милости судьи. И ведь гарантировать положительный исход не сможет ни один адвокат, так как именно от судьи все зависит. Например, в Нью-Йорке шанс попасть на лояльного судью гораздо выше, чем, например, в Техасе, Аризоне или Джорджии. Там гораздо более консервативные и строгие судьи и также высок риск отказа. Естественно, есть основания бояться, что после суда вас могут сразу депортировать, так как здесь, естественно, решение судьи зависит только от судьи. Ну и еще, что немаловажно, в год, грубо говоря, можно судье одобрить только 4000 дел по этой категории. И это количество, так сказать, квот заполняется очень быстро. Поэтому даже если вы представите все доказательства, и судья сам действительно будет хотеть одобрить это дело, но если вот этот вот гэп в 4000 дел уже одобрен до него, кем-то еще, к сожалению, он уже ничего сделать не сможет. Поэтому это, конечно, все сложно. Способ такой очень довольно-таки сложноватый, но, в принципе, возможно. И для тех людей, которые вообще отчаялись, и у них нет больше другого выхода легализоваться, может быть, стоит попробовать вот этот вот способ, если они соответствуют всем условиям. На этом все. Спасибо большое за внимание и счастливо. Пока, ребята.